Я жаль у крови! У тебя есть талант. Кто-то за это ответит. Что ж, такова жизнь. Вы не поверите, но изначально ролик должен был выйти где-нибудь в середине апреля, просто потому что я в последнее время не напрягаюсь. Однако мои планы резко изменились, ибо во сне ко мне пришел он. Дорогой Бебес! Это я, Брис! Мне нужен видос! Понимаешь? Понимаю. Подписчики разумные и абсолютно адекватные. Мои привет, с вами я. Бестолочь интернетная. Сегодня я вам снова подкатил видос с приколами, но перед этим я желаю в очередной раз поделиться мыслями из моей черепной коробки и эмоциями прямо из моего обмазанного магнием сердечка. Мне грустно. Но грустно мне не от того, что я делаю ролики по Ризану, а от того, что рано или поздно эта игра закончится. Но не будем о грустном, ибо сегодня нашего лоботряса ожидает совершенно неординарное приключение. Но пред этим... Делать ролики мне помогает Имбо Энерджи, замечательный энергетический напиток без сахера. Сегодня, вместо того, чтобы рассказывать вам про магазин имбовский с постоянными суперакциями, я предлагаю устроить рандомный и беспристрастный конкурс трех напитков. Буратино. Ммм, неплохо. Сладкий, но без сахара. Насыщенный, но не приторный. Я ставлю этому напитку восемь из десяти. Барбарис. Ммм, буквально напоминает те самые леденцы моего детства. Ммм, слегка кисленький и нежно обволакивающий. Это твердая девятка. Крем-сода. Ммм, ммм, такой кремовый и такая сода. Ммм, этому напитку я ставлю двенадцать из десяти. Так, держать. Эти напитки я предлагаю попробовать и тебе. И не забудь заюзать мой промокод, дабы получить скидку. Имбо Энерджи. Приходи по ссылке в описании под роликом. Если вы помните, то помните себя за жопу. А я же скажу, что в прошлый раз наш бриторожий Изюм помог инквизиции в Харбортауне. И тем самым заработал себе повестку на бюджетное обучение в монастырь. Но обучение это будет не обычное. А с привилегиями. Но для начала надо бы до монастыря добраться. Правда, помимо бега придется еще и убить пару-тройку враждебных существ по пути. И вот Богданчик на месте, а главная база инквизиции прямо пред нашими очами. Эй ты! Тебе же лучше, если ты не грабитель или бродяга. Я? Нет. Благодаря чудо-бумажке от Карлоса до нас особо не докапываются здешние веруны. И даже вполне принимают за своего. Эй! Хочешь на свиней посмотреть? Хе. Это что-то напомнило мне одну замечательную песню. СВИТКЕР ПАТИ! СВИТКЕР ПАТИ! СВИТКЕР ПАТИ! СВИТКЕР ПАТИ! Конечно же, даже в этом месте Богданчик помогает то тут, то там. Просто потому, что он альтрураст в душе. Все могильные моли мертвы. Это здорово! Свиньи будут счастливы! Вот. Возьми эти монеты. Свиньи говорят тебе спасибо. После пары добрых дел, он решил, что пора. Пора идти к вратам монастыря. Без лишних слов, нашего баламошку ставят предответственным за новичков. У меня письмо от коменданта Карлоса. Посмотрим. Белшвурт. Так, понятно. Нам. Ты помогал в Харбор Тауне? Любопытно. Это все меняет. Нам нужны такие люди, как ты. Следом озвучиваются монастырские положники. Во-первых, нас отсюда пока что не выпустят. Во-вторых, нашему герою даются на выбор два пути. А точнее, две профессии на выбор. Либо воин ордена, а именно мастер давания палкой по кизяку. Либо же маг, а именно мастер давания фаерболом по кизяку. Какой бы выбор сделан не был, прежде нашего героя будут обучать бою на пост, и прочим премудростям по мелочам. Тебя мы научим, как правильно торчать от ладана. Так как многие в комментариях подметили, что мы толком за магов не играли, мною было решено выбрать путь кудесника интеллектуала. Ну а далее все как в типичном универе. Один из студентов вручает нашему глуподырому Кожемяке униформу, которую я и то и дело снимал, чисто чтобы эстетику фэшна сравнить. А затем героя провожают до его комнаты и... В комнате лысосерии лежит трупак, его уже не будущего соседа. А рядом с трупом стоит сам лично, инквизитор, мать его, Мендоса! Я самый настоящий мускулинный натурал. Который любит женщин и ебёт мужчин. Как оказалось, наш курс обучения приправлен неожиданными событиями. Мендоса заявляет, что прямо тут под ногами лежит трупак челика по имени Химлар. Кто-то чела убил, и поэтому он мёртв. Но поскольку убит он не магией, а обычной васянской самурой, то расследовать дело будет именно наш Аркадий Пароварка. Твоя внешность, твои манеры... Ты не с этого острова. Значит, ты здесь вне закона. Также это значит, что ты выжил. Меня окружают книжные черви. Мне нужен кто-то, кто умеет выживать. Именно с этого и начинается иррациональное приключение по-монастырски. Разыщи убийцу, послушник. Наш бешбармак употребляет оздоровительный сон в одной комнате с разлагающимся трупом, а затем проводит расследование категории Г, про которое я вам расскажу о посля, ибо нашего героя ожидает пара подаванию в пиздак. Я собираюсь стать магом. Ну, каждому своё. Первое испытание, по сути, махач на палках. Но в моём случае, иногда и на топорах, нашему Геннадию необходимо на разы вызвать челиков и прописать им ляпаса. Сами ребята в большинстве своём кульные и на чиле. Тот же главный преподаватель Арик весьма доброжелательный, хотя порой не забывает показать, кто здесь сфинктером командует. Я мастер Арик. Я знаю, о чём ты думаешь. Вот думаешь, ты приятный человек. Свой парень. Знаешь, почему я милый? Потому что я знаю тысячу и один способ вытащить печень человека у него из ноздрей. Кстати, про сфинктер шутка весьма логичная, ибо в монастырь баб не пускают, а значит, за кадром иногда происходят случайные гомосексуальные опыты. О, да! О, нет! Наш герой даёт порожить двум ребятам нормальным и одному особо наглому микрочленнику по имени Кото. Смотрите, это же наш малыш. Пришёл поиграть со взрослыми. Смотри, игры у взрослых бывают жёсткими. Как бы итог был очевиден, но даже после такого он выкабенивался и строил из себя избушку на петушиных ножках. Есть тут ещё кто-нибудь, с кем я могу сразиться? Или на этом всё? Что? А я смотрю, ты агрессивный ублюдок, а? И не в своём уме? Арик немного прифигел с того, как наша девочка скинхед поломала Кото и сказал, что финальным файтом раз на раз необходимо выйти уже супротив самого Арика. И снова очевидный итог, ибо Боктанчик уже накачан как шина от КамАЗа. Вообще, насколько я помню, у Арика был достаточно козырный меч, но в полубитвы случился неприятный конфуз. Ой, мамочки. С одним преподавателем мы закончили. Время для следующего. Я прибыл, чтобы пройти испытание. Просветление можно обрести в разных местах. Найди доверие и мудрость в битве. Сначала я думал, что нам надо будет кого-нибудь избить и записаться в друганы, а на деле всё оказалось намного проще. Мудрость в битве — это книга, которая заныкана в склепе на монастырском кладбище, а доверие мы должны заслужить у говночерпия. Эй, ты меня сменить пришёл? Самое время. Устал, как собака. Ты хочешь, чтобы я навоз разгребал? Тут нам просто надо найти кого-нибудь ему на замену, и конец с делом. Я заслужил доверие Далмана. Во время сражений очень важно знать, кому можно доверять. И я боюсь, сражение ждёт нас всех. И как бы на этом наш первый курс обучения закончен, и нас должны, по идее, пустить в верхнюю часть монастыря. Но прежде чем идти далее, я предлагаю вам ознакомиться с тем самым расследованием убийства. Для начала наш Шерлок Шлёпс осматривает труп. Находит он у челика в спине нож. Рядом обнаруживает тюк со шмалью, а под кроватью кошелёк Хэмлора, а на шкафу кусок колбасы. Ммм, колбаса. Куратором расследования стал Витус. Он предложил заиметь партнёра, а точнее напарника. Им стал подметайло Каспар. Выполняю задание инквизитора. Правда? Что старик тебе поручил? Я должен найти убийцу Хэмлора. Ха, лучше ты, чем я. На самом деле мы оба должны. Мастер Витус сказал, что ты мне поможешь. Что? Скажи, что ты шутишь. Боюсь, что нет. С этого момента на небольшой промежуток времени игра превращается в Ризен и Лизюм. Если что, жду тематические перерисовки в предложку паблика. Что ты знаешь о Хэмлоре? Вот что известно по делу на данный момент. После убийства Хелмора никто из монастыря не выходил, а значит убийца всё ещё тут. Во-вторых, Хелмор был скользким негодяем, который был знаменит тем, что торговал монастырским челиком дурь. Об этом, кстати, и знали и старшие маги, но закрывали глаза, так как это помогало студентикам бороться со стрессом и внезапными вспышками групповой мастурбации. В-четвёртых, очевидно, что Хелмор сам дурман не выращивал, а значит у него был напарник, имеющий возможность выходить наружу. Хмм, возможно именно он и кокнул барыгу. Плюс орудие убийства походу взято с местной кухни, которая заправляет некий арлок. Так что сейчас необходимо нашему Куилде узнать, кто имеет право выходить наружу и чутка поддёргать повара на наличие инфы. Мне нужны имена всех, кто имеет право покидать монастырь. Серьёзно? А зачем тебе они? Я расследую убийство Хеммлера. Понятно. Убийство — это дело серьёзное. Однако я надеюсь, ты не собираешься забрасывать своё обучение из-за этого, правда же? Да нет, конечно. Не собираюсь. Список на руках, а вместе с ним куча подозреваемых. Правда почти все челики только делали, что подмечали связь Хелмора и повара с кухни. Что ты можешь рассказать мне о Хеммлере? Ну, он проводил массу времени на кухне с Арлоком. Да как сказать. Он был другом Арлока. Если, конечно, у Арлока могут вообще быть друзья. Узнаёшь этот нож? В жизни его не видел. Посмотри внимательнее. Это не мой. Никогда его не видел. Всё, отвали. Это один из кухонных ножей Арлока. Ты уверен? Ну, конечно, я уверен. Карлсон узнал этот нож. Да? А мне-то что с того? Он говорит, что этот нож из твоих. Ну, а что ты тогда меня спрашиваешь? Именно этим ножом был убит Хеммлер. Так что ты теперь подозреваемый. А может кто-то его у меня украл? Да, кто-то взял и подставил меня. Как тебе такой поворот, плумник? Поначалу он увиливает и извивается, подобно глисту в уретре, но благо у нас были аргументы. Он пират. Говорят, в своё время он был коком на Эленор. Кок, посудомойка и корабельный псих. Точно. А посему наш Богданчик смог смачно схватить повара за сраку. Я хочу докопаться до правды. А выглядит это так. Ты пират. Пират, чей нож стал орудием убийства. Якорь мне в задницу. Я ж просто кок. А не пират какой-нибудь долбанный. Столько лет коком был, решил тут-то сесть и вот на тебе, хрень какая. Хеммлер был кретином. Он влип кое во что, а я пытался ему помочь. Внимательно слушаю. Он что-то забирал с кладбища. Он с кем-то встречался по ночам. Прокручивал сделки, зарабатывал. Он думал, что немного золота. И он теперь важный человек. Круг сузился. Осталось лишь понять, с кем тусил Халмар на кладбище. Сторож могильный заявляет, что точно не видел лица товарища Халмара, так как была ночь. Но точно уверен, что этот некто спокойно уходил потом в сторону верхнего квартала. Далее происходит мозговой штурм. Между Богданчиком и Каспаром. И, короче, товарищ Барыги, это вот этот чел. Однако убийца ли он? Давай немного с тобой поболтаем, а? О чем? Я ничего ни о чем не знаю. Я знаю, что ты поставлял травку Хеммлеру. Это ложь. Ты единственный из послушников, кто имеет доступ к верхней части монастыря и кладбищу. И что? Что это доказывает? И у меня есть свидетель. Ты продолжаешь лгать, чем только ухудшаешь ситуацию. Нет. Нет, ты ничего от меня не узнаешь. Я буду сражаться с тобой, чтобы доказать, что это не я. А ты, я смотрю, не из отличников, да? Хе! Ты умеешь сражаться. Ладно, ладно. Это я добывал брюгл для Хеммлера. Но я не убивал его. Клянусь. По итогу чел оправдывается и говорит, что Хеммлеру реально некто угрожал. Ну, кто не понятно. Наш Богданчик уже готов был отчаяться, как вдруг товарищу барыги пришла в скворечке к гениальная идея. Я ведь не воришку ищу, стащившего миску каши. Хеммлер мертв. Я ищу убийцу, Эш. Ты хочешь знать, кто убил Хеммлера? Ты действительно хочешь это узнать? Тогда сам продавай брюгл. Тот, кто убил Хеммлера, придет и за тобой. Идея говно и абсурд. А посему берем ее на вооружение. Таким макаром наш Мазда недопатченный сам стал барыгой. Иронично, ежевично, ягодично. У меня есть брюгл. И что? Он поможет тебе забыть о долге. Да. Хочешь брюгла? Даже не знаю, что лучше, пить или курить. По мне и то, и другое в самый раз. Так что я выпью и покурю. Не желаешь немного брюгла? Предпочитаю ясность сознания. Фух, день был насыщенный. Осталось лишь передохнуть где-нибудь в укромном месте, где убийца нас сможет засталкерить и попытаться зарезать. И тут вы не поверите, кто убийца на самом деле. Зачем ты сделал это, парень? Мастер Арик? Не мог бы ты прийти сначала ко мне? Арик, вот те раз этот хардбас я насрал на унитаз. Узнаем, что негодей хотел накопить денег и свалить с острова. Вполне возможно, что к родным. Но увы, все пошло совсем не так. Хотел к родным, а получил по роже от лысый рок-звезды. Мы его не убиваем, а сдаем мастеру Витусу. Правда, совершенно неожиданно для всех, Арик успел дать дёру из монастыря. Видимо, он, разбежавшись, прыгнул со скалы. В общем, все рады и все нам благодарны. Ну, удалось найти убийцу. Это был Арик. Он взял один из твоих ножей. Этот старый хрен тут набивал пузо моей стряпнёй, а потом попытался подставить меня. Похоже, я тебя здорово выручил. Как насчёт миски рагу за труды? Возьми колбаску, но это всё. Ныне же наш молодой человек окончательно готов к следующей фазе обучения. Стой, незнакомец. Я закончил подготовку. У меня есть разрешение. Тогда можешь пройти в верхнюю часть монастыря. Вот мы, считай, на последнем курсе и уже прямо сейчас даём колдунское ЕГЭ. А заключается оно в том, что халтурщику надо для каждого важного кудесника выполнить сурьёзное задание. Очень сурьёзное. Короче, обо всём по порядку. Что тут у нас? Новый ученик? Верно. Отлично. Нам не хватает свежих мыслей. Мастер Илюмар просит узнать все секреты создания магических свитков. А именно, для какого свитка нужен какой ингредиент. Это не особо сложно, так как узнаётся всё от других студентов и из учебников по колдунологии. Для создания свитка телекинеза требуется пыльца с... В конечном итоге наша казна мудрости пополняется и приходит время для устного зачёта. У-у-у. Я знаю, что нужно для заклинания телекинеза. Говори. Нужна пыльца с... Точно так. Отлично. А для свитка шутки надо в пергамент вписать, что реально считаешь рэп годным музыкальным движением. Я не могу понять, тебе чём рэп-то не нравится, а? Ты теперь, несомненно, способен самостоятельно создавать свитки. Первый мастер отлетает. Таша. Что мне предстоит? Это... библиотека. Великая мудрость таится в этих книгах. Мастер Игнатий просит студента перечитать все книги в тайной библиотеке. Сама секция является одной из моих любимых, потому что так и пропитана таинственной аурой скрытых мудростей. Я потом слышу, как это место раскрывает мне секреты мироздания. Все фурии зоофилы. Земля кольцеобразная. На самом деле все женщины это мужчины, перекачанные в ловкость. Навальный Путин один человек. МГС-4 не такой уж и плохой. Это кто сказал, блядь? Помимо чтения книг в этом месте наш дюро постигает некоторые заклинания. И с их помощью открывает проход к одному из мастеров, который чуть позже даст нам свое задание. Удалось ли тебе принести мне что-нибудь поесть? Книги прочитаны, а мастер Игнатий считает, что это еще не все. И напоследок отправляет кекса хутора наружу монастыря, дабы найти в одной из гробниц послушника с магическим камнем. Кстати, да. У нас появляется возможность выходить наружу. Можем, бывал, за сишками смотаться. По сути, магический камень является уродо оружием дальнего боя. Как арбалет. Но только вместо стрел тратится мана. Я нашел огненный кристалл. Нисколько не сомневался в твоих способностях. Когда будешь готов, начнем учить тебя магии кристаллов. Чуть позже наш герой освоит данный навык, а пока что очередное испытание заканчивает. Остаются два мастера. Алхимик Абракс по кличке Старая Тетеря и кладовщик Сайрус. Эти двое также посылают головку от морковки за пределы монастыря, а именно на ту самую фирму из начала ролика. Что ж, начнем с алхимика. Испытание? Что ж, будет тебе испытание. Оно не потребует глубоких знаний, которыми ты не обладаешь. Этот коматозник просит найти студентов, которые так и не принесли ему лечебную зеленюшку для лечебных напитков. Поэтому он просит Розу знать, что случилось. А случилось вот что. Один студентик убит Карлами ректально, другой засал идти ему на помощь, а траву пришлось собирать распиздяйчику самому. Мне очень жаль, но Крейбан мертв. Позор. Теперь о задании кладовщика. Ты? Да, ты. У меня есть для тебя работа. Мастер Сайрус попросил запросить следующую доставку ящиков с артефактами. А коль какие особо ценные экземпляры будут, то их надо передать лично. Тут на самом деле вообще нет ничего сложного, разве что надо челик одного правильно убедить, что Лысый на самом деле норм пацан. Мастер Сайрус хочет получить определенные артефакты немедленно. Я обязан доставить их ему лично. Ты говоришь о важных предметах. Как я могу быть уверен, что ты не сбежишь с ними? А то, что он оторвет мне голову, если я вернусь с пустыми руками. Ладно, я доверяю тебе. Хорошо, хорошо. Вот так наш Челобранчик закончил очередной курс обучения. Ныне он достоин стать магом. А, вот и ты. Готов? к посвящению. Теперь же его отправляют на ритуал посвящения, где уже инквизитор Мендоса лично посвящает героев члены инквизиции и вешает на него ярлык цыганский фокусник. Болванчика облачают в мантию, наделяют дополнительными атрибутами, и он окончательно встает на путь истинный. Ныне он выпукник. Носи эти одеяния как знак твоего предназначения. Церемония закрепила нашу связь. Теперь твое будущее принадлежит кругу. Теперь наш герой готов узнать тайный план инквизитора и чем он на самом деле занят. Но это уже совсем другая история, дорогие мои. История, которую вы уже подробнее узнаете в следующей серии нашего остросюжетного сериала. Простите, конечно, что я так внезапно обрезаю, обрываю повествование. Но делаю я это, конечно же, не без причины. Далее нас просто обольют знаниями, как из ведра, а игра успеет сделать несколько кувырков с ног на мошонку. И вообще, я предполагаю, что след ролик будет немного больше, чем предыдущий. Там много чего будет происходить. И вообще, следующий ролик будет вообще не по Рязани. Он будет про Книги. Это, знаешь, это ты сейчас как сказал, то, что вот, ну, это как в детстве у тебя было, где ты с утра хотел по первому каналу посмотреть мультики, а там, блядь, разговоры с батюшкой были. Вот и сейчас ничем не лучше. Поздравляю тебя. До скорых встреч, мои дорогие. Ммм, ммм, ммм. Субтитры сделал DimaTorzok